Всем привет! Не знаете, как провести выходные? Я вам сейчас один вариант подскажу. Новый набор 42055 займет вас надолго. Коробка огроменная, впечатляет размерами. Наверное, не впечатляет только того, у кого есть эксклюзивы типа Дома охотников за привидениями. Я в магазине видел эту коробищу. Она примерно такая же, только вертикальная. Весит это счастье 6 килограмм. Она толстенная и этот набор просто огромный. Это рекордсмен в LEGO техник по количеству деталей почти 4000. Тут мы видим модель. Ну ладно, что смотреть разворот. До модели мы доберемся. Надо ее скорее открывать. Там должно быть куча всего интересного. Тут, кстати, по традиции в масштабе один к одному нарисована деталька сверху. Они выбрали ковш. Мне кажется, тут надо было самосвал. Где он? Вот этот самосвал один к одному нарисовать и тогда бы он подходил по духу этого набора. А ковш как-то скромно выглядит. Ну все, давайте открывать. Поехали. Это просто жесть. Как я это буду собирать? Где я это все раскладываю? Хорошо хоть пакеты пронумерованы. Вот это было немного неожиданно. Коробку внутри коробки я, наверное, видел последний раз давно. В наборе 84-35, наверное, синий внедорожник, пикап. Это было очень давно. Я могу даже, наверное, ошибиться. Там были две коробки внутри большой коробки. Тут вот такая штука. Ее вам тоже сейчас скроем. Я скрыл эту внутреннюю коробку. Там пакет из первого по третий. Я пока не знаю, зачем так сделано. Зачем их в отдельную коробку. Может какой-то тайный смысл постельного во время сборки. Все это впечатляет. Сейчас немного разберу. Это инструкция. Это уже такая книга. Нужна толстая обложка. Будет выглядеть вообще круто. А, здесь с наклейками есть. Ура! Все, погнали. Как вы можете видеть, пакеты с деталями равномерно покрыли весь мой рабочий стол. Этот набор просто огромный. Если у вас нет леготехник, вы берете, покупаете один этот набор и у вас есть много леготехник. Мне кажется, это действительно для начинающих будет какой-то супер ресурсник, если, конечно, есть средства. Здесь есть просто все. Здесь куча панелей. Больше пятидесяти рамок. Я помню, когда они только появились, там, если в наборе было три рамки, то было вау круто, потому что большинство наборов были без рамок. Больше пятидесяти. Панели есть всякие разные. Три на одиннадцать, пять на одиннадцать, скошенные. Есть желтые, скругленные. Кстати, в темно-синим цвете три на одиннадцать панельки появились. Их тут аж тринадцать штук сразу идет. Всего здесь много. Шестеренок очень много. Есть вообще, ну, все, что надо. Куча гусениц, черных гусениц. Единственное, чего здесь нет, это амортизаторов и больших колес. Докупайте, не знаю, лаймово-голубой багги и все. И у вас есть все. Колеса, амортизаторы и куча всего остального. Можете строить все, что хотите. Из электрики, к сожалению, здесь только один XL-мотор. Мы привыкли, что раз в два года у нас выходит на дистанционном управлении набор. В этом году нас продинаем две. Поэтому довольствуемся только XL-мотором. Но хорошо, что XL. У меня их мало. Как-то, не знаю, в принципе их как-то мало. Всегда мне их не хватает. Нельзя пройти мимо новых деталей. Во-первых, или во-вторых. Начнем с ковшей. Ковши сделали новые. Я думал, они будут на самом деле намного больше старых. На фото видите сравнение. Они не намного больше. Чуть-чуть больше. По форме, не знаю, более они реалистичные или нет. Немного другие они. Может быть, будут нормально на экскаваторах на обычных смотреться. И да, ковшей у вас будет 8. Можете сразу 8 экскаваторов строить. В наборе появились изогнутые зубчатые рейки. Их можно объединить в окружность, в поворотный стол вот такой большой. Посмотрим, как он будет работать. Не знаю, будет ли он разваливаться или не будет, поскольку он не цельный. Но вообще это круто. Если там все продумано и все это хорошо работает, то это, конечно, классно. Также есть здесь два, я хотел сказать два больших поворотных стола, но получается, что они уже небольшие. Два средних поворотных стола новых и два маленьких. Есть здесь пара актуаторов, 5 шрусов, куча цветных осей. Вот, например, 67 желтых осей на 5. 67. На самом деле, смотришь и редких деталей, ну, почти нет. Вот эти новые детали, ради них, конечно, не надо покупать этот набор. Они появятся на бриклинке и выкупьте их отдельно. Поэтому мне кажется, что этот набор в первую очередь действительно для новичков, наверное, подойдет, у кого лего техник нету или мало. Конечно, для тех, у кого много деталей, 95-99 процентов всего этого барахла, ну, просто не нужно. Купите себе эти новые столы и все, ну, новые рейки. Вам не нужно 724 черных пина. Не нужно, так что я считаю, что это крутой ресурсник именно для начинающих. Привожу, как обычно, список деталей, а во второй части расскажу про механизмы экскаватора, про то, как там в нем все устроено, потому что, ну, судя по всему, должно быть много всего интересного и, наверное, сложного. До скорого!